Всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале. И сегодня у нас видеоподборка ароматов золотой осени. Ну что ж, в общем-то, подходит к концу уже октябрь. Это самый любимый для меня месяц, потому что в октябре у меня день рождения. В октябре... Октябрь заканчивается одним из моих любимых веселых, интересных, богатых на историю праздников. И, в общем-то, на мой взгляд, октябрь и вот эта середина осени... Это самое красивое время года, самое глубокое, что ли, самое такое пышное, богатое. Это... Особенно если вы так же, как и я, живете в такой средней полосе. Вокруг все горит красками, золотом. Да, вот в багряце золото одеты и леса, как мы знаем из школьной программы. В общем-то, из той же школьной программы мы знаем про пушкинскую осень, про золотую осень. В общем, если это тоже ваше любимое время года, возможно, это также и ваше любимое парфюмерное время года. Что я под этим подразумеваю? У меня лично именно осенью просыпается больше всего интереса к ароматам, к экспериментам с ароматами. И именно к тому, чтобы подбирать ароматы не по принципу компенсации. То есть, вот в летнее время года хочется чего-то свежего, цветочного, морского. А в зимнее время года хочется чего-то теплого, уютного, согревающего. А осенью хочется, наоборот, подчеркнуть то состояние природы, которое, ну, в общем-то, окружает нас. Микрофон упал. И поэтому сегодня я хочу с вами обсудить, предложить вам свою подборку осенних ароматов, таких, которые, на мой взгляд, отлично подчеркивают либо природные запахи золотой осени, либо передают какое-то вот настроение, сами по себе вызывают ассоциации, например, с золотым каким-то цветом, с чем-то уютным, с чем-то комфортным. Потому что осень для меня это самое комфортное время года. Я ее очень люблю. Ну, ладно, давайте, в общем-то, уже переходить к делу. И первый аромат в моей сегодняшней подборке будет Тартуфо от Бракар из серии Нетаре де Филичита. Вот этот аромат. У него очень красивая такая коробочка с осенним лесом, с оленем. И этот же акварельный рисунок на этикетке на своем флаконе. Поначалу он меня привлек своим оформлением. Затем я вдохновилась на его покупку, глядя на парфюмерные обзоры, глядя на то, как его хвалят. Но я должна сказать, что сравнение Тартуфо с Черной Орхидеей от Тома Форда меня, наоборот, останавливало. Для меня Черная Орхидея от Тома Форда очень тяжелый аромат. Я чувствую в нем очень такие тяжелые земляные почули, которые как будто прибивают вас вот этим пыльным таким мешком. Даже не пыльным, а земляным таким тяжелым. Это такая плотная, влажная, холодная земля такая густая, чернозем, мешок с черноземом. И для меня Тома Фордовские почули, почули, Черная Орхидея, это вот этот вот тяжелый мешок с черноземом, которым меня прибивает сразу к земле, сразу к полу. Они очень густые, у меня начинает болеть от них голова. Хотя, несомненно, Черная Орхидея, это действительно один из парфюмерных шедевров, который повлиял на, не знаю, ход развития современной парфюмерной индустрии. И вообще Том Форд как марка оказал сильнейшее влияние на парфюмерную индустрию. И вот это сравнение с Томом Фордом, однако очевидно было, что Баракаровская версия должна быть, несомненно, легче, меня все-таки подтолкнуло к покупке. И знаете, я не пожалела. Вот эта более легкая, более акварельная, прозрачная версия, на мой взгляд, намного более удобоваримая. И, к моему счастью, это не точная копия, какие бывают, зачастую выходят в разных линейках у бренда Бракар. Знаете, если Черная Орхидея, это полотно, написанное маслом с такими густыми мазками, когда вы чувствуете, вы непосредственно видите эти жирные мазки на полотне, то Тартуфо — это осенний парк, написанный акварельной технике. При этом, если Орхидея — это полотно с осенним парком, написанное маслом, и это такой темный, может быть, даже не парк, а лес, то Тартуфо — это парк, написанный акварелью, в котором светит солнышко. Я здесь чувствую, конечно же, почули, но они очень легкие, они очень мягкие, они смягчены такой ванилью деревяшистой. Это сладкая ваниль, но она не навязчивая, она очень легкая. Я чувствую здесь вот этот вот такой, как бы, считается, что это грибной нюанс. Но так для меня пахнет скорее листва в парке после дождя. Листва в парке, которая лежит на влажной земле, прошел дождик. Эти ароматы смешиваются, это аромат влажности, аромат такой вот легкой грибнистости и аромат свежего прозрачного осеннего воздуха. Дождь уже закончился, он прошел, возможно, дождь шел ночью. Вы выходите утром гулять в осенний парк, светит солнце, нагревает эту листву. Это очень теплый, приятный, нежный, осенний аромат. Следующий аромат в моей подборке, который также является очень природным ароматом, таким пейзажным, натуралистичным. Будет Out Grandeur. Out Grandeur. Не знаю, sorry. Напишите, как правильно произносится. Это аромат из серии Artistique от Avon. Он также бюджетный. На самом деле, он не сразу меня покорил. Я покупала этот аромат сначала в небольшой десятке вот такого формата. К счастью, у Avon можно попробовать ароматы сначала в небольших таких миниатюрках. И я его не поняла. Я его приобрела уже зимой, и мне он показался слишком резким. Слишком каким-то даже одеколонистым, возможно, таким тяжелым. Немножко удышающим и абсолютно ненатуральным, абсолютно каким-то инородным. Но для меня этот аромат раскрылся уже позже, ближе к лету, когда уже пошла такая теплая погода. Установился уверенный плюс на термометре. И я поняла, что этому аромату нужна все-таки плюсовая погода. Он раскроется в тепле, как и, возможно, большинство удов, поскольку уд, как парфюмерный компонент, пришел к нам с востока. А мы все знаем, что это регион высоких температур. Но летом он тоже себя показал не очень к месту, по крайней мере, в моем сознании. И я подумала, что прикуплю, пожалуй, флакончик, потому что этот аромат действительно хорош. В нем ничего не выпирало, ничего вот резко не выдавалось, когда установился такой уверенный температурный максимум. И мне показалось, что этот аромат, он раскроет себя в должной мере. И что ему обязательно нужно дать шанс и прикупить флакон. Я об этом не пожалела. Ежедневно я гуляю в парке с своей собакой по 2-3 часа. И я наношу этот аромат. Знаете, он создает такое ощущение... Вот для меня он пахнет влажным деревом после дождя. У меня в парке растут различные деревья. И ивы, и клёны, и тополи, и рябины, и дубы. И вот вообще парк, рядом с которым я живу, он как бы, ну, гордится, что ли, своими реликтовыми дубами. Это старые очень дубы, им более 300 лет. И часто они теряют ветки свои. А я люблю эти ветки, эту кору тащить к себе домой. Мне очень нравятся вот эти природные какие-то элементы в интерьере. И мне нравится, как они пахнут, если их намочить. И вот эти дубовые ветки после дождя, опять-таки, намокшей, влажная такая древесина, мне очень напоминает то, как пахнет луд от Avon. Я вот, опять-таки, чувствую в нём, с одной стороны, вот эту натуралистичную такую природность, вот эти деревяшки, которые лежат на земле, а при этом их нагревает солнце. Когда влажную древесину нагревает солнце, она начинает выделять такой очень специфический приятный аромат. С другой стороны, мне нравится этот аромат за счёт его глубины и неоднобокости. То есть он одновременно с мокрой древесиной дуба напоминает мне ещё и страницы старых таких пожелтевших книг в библиотеке. Он для меня вообще пахнет такой библиотекой. Очень уютный, очень комфортный. Куда вы заходите, как Белль из сказки про красавицу и чудовище, и наслаждаетесь теми знаниями, которые вы можете получить. Ну и образ вот такой вот какого-то комфортного, уютного вечера дома с горящей свечой, с книжками. В общем-то, вы ложитесь на диван, в кровать, зажигаете свечи, обкладываетесь книгами, читаете. Вам хорошо, тепло, приятно, за окном льёт дождик. У вас рядом лежит палка, принесённая из парка. И вам просто приятно, комфортно, уютно. В общем-то, такой многогранный приливчатый аромат от Avon заслуживает почётное место в моей подборке ароматов для золотой осени. Ну и давайте будем двигаться дальше. Тоже к таким, знаете, я думаю, что у меня будет переход от более пейзажных к более гастрономическим ароматам, да. И вот таким переходным ароматом для меня является злато-скифов. Вообще, это один из моих любимых ароматов для лета, потому что я отчётливо чувствую в нём вот несколько компонентов и не могу избавиться от этой очень стойкой ассоциации. Для меня злато пахнет определённо следующими компонентами. Это сочные, спелые, может быть, даже уже начинающие так слегка не подгнивать, а становиться внутри коричневыми, да, вот когда мякоть начинает уже коричневеть изнутри. В общем, красными сочными яблоками, с такой ярко-бордовой кожурой, такими спелыми, сочнейшими, медовыми яблоками. И эти яблоки лежат на стоге сена. Вот для меня здесь очень отчётливый аромат, очень отчётливый такой нюанс стога сена, какого-то сена скошенной сухой травы. И всё это как будто покрыто таким медовым, какой-то медовым вуалью. Как будто весь этот такой пейзаж или натюрмор, да, вот такой стог сена, нагретый солнцем. На нём лежат красные, спелющие, спелые, сочные яблоки сладкие. И всё это скрыто за пеленой какой-то медовой завесы. Я чувствую здесь мёд. Иногда нюансами проскакивает какой-то такой металлический запах. Возможно, именно он как-то нас отсылает к злату, но я думаю, что основная идея этого аромата, которому исполняется уже 40 лет, всё-таки передать вот это ощущение свободы, скифских степей, скифских украшений. На большом флаконе и на коробке изображено скифское сарманское украшение. И мне кажется, оно очень подходит этому аромату. Для меня это не только летний аромат, но он прекрасно отражает вот это приподнятое настроение золотой осени. Вот как раз-таки строчки про обогряться золото, одетые леса, в обогряться золото, одетые леса, про вот эту такую барочную какую-то пышность. При этом в нём есть какие-то такие очень родные корни, если бы как по-другому выразиться, в нём есть что-то такое родное, что-то такое щемящее, одновременно радостное и грустное, такое же, как сама осень. По сути, осень — это умирание природы, которое одето в пышные одежды. И мне кажется, что аромат золота скифов прекрасно передаёт это настроение. И вообще, это один из моих любимых ароматов, в принципе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну и следующий аромат, который, на мой взгляд, тоже является таким слегка переходным, пейзажно-натюрмортным, отчасти гурманским, но не полностью. И это, конечно же, пачули-доры, или золотые пачули от Новой Зари. Золотые скифы тоже от Новой Зари, если кто не знал. А чем пахнут золотые пачули? Для меня они пахнут старой шоколадной плиткой, которая уже покрылась не то чтобы пылью, а знаете, когда старый шоколад долго лежит, и он начинает покрываться таким беленьким налетом. Здесь, конечно же, в основе лежат пачули, которые очень интересно обыграны каким-то цитрусово-сладким аккордом. Возможно, здесь есть какой-то намек на цедру, на апельсин, на что-то такое золотое. Вот знаете, то, что в гастрономии можно было бы обозначить как какой-то солнечный аккорд. Апельсин, лимон, мандарин, какая-то такая цитрусовая сладость. Также здесь отчетливо чувствуется ваниль, но это не деревяшистая ваниль, которая, в принципе, была бы неплохо в компанию к пачулям, но это почти кондитерская ваниль. Она не до конца кондитерская, она где-то между. За счет этого, с одной стороны, золотые пачули для меня также создают образ какого-то осеннего леса, когда сквозь вот эту золотую, зеленую где-то местами еще, где-то уже красную, где-то коричневую, листву пробивается солнышко, но с другой стороны это еще и образ какой-то советской конфеты шоколадной в яркой золотистой фольге. Это очень радостный аромат, который дарит какое-то комфортное ощущение из детства, какой-то защищенности, оптимизма, радости. и для меня это также воплощение золотой осени. фольгу. у фольга У меня, к сожалению, только миниатюра этого парфюма. Я бы хотела на самом деле приобрести себе полноценный флакон, и я его приобрету обязательно. Это Far Away Beyond от Avon. Поначалу, когда я только приобрела эту миниатюрку, мне показалось Beyond слишком приторным, слишком кричащим, каким-то немножко примитивным. Но, как и всем предыдущим ароматам, я должна сказать, ему нужно было время, чтобы отстояться. Я не знаю, что за такая интересная игра с бюджетными ароматами, но каждый мой бюджетный флакончик становится все лучше и лучше, чем дольше он стоит у меня на полке. Как будто бы в производстве бюджетной парфюмерии не принято тратить время на возревание парфюмерной композиции. И нам предлагается самим, как потребителям, поиграть в полу парфюмера и самим дождаться возревания уже на полке ароматов. Но это какая-то характерная особенность, и это характерно, на мой взгляд, не только для новый Zoripper, который уже общепризнанное место, общепринятое место, что ей нужно дать время, чем больше, тем лучше постоять. Я скажу так, что это характерно вообще для всего бюджета. Поначалу бьем мне показался таким примитивным, кричащим ароматом из бюджетной линейки, да, из бюджета. Сладким, вот знаете, из серии мне, чтобы было погромче и сладенько. Однако, спустя какое-то время, он начал мне раскрываться довольно интересными своими нюансами. Я услышала здесь не только яркую такую бабамистую ваниль и яркий бабамистый иланг-иланг, что характерно, как я поняла, для всей линейки Farway. Я здесь услышала такой, знаете, я бы даже сказала, что увидела непосредственно при вдыхании этого аромата, у меня перед глазами возник образ грушевого штруделя. Такой какой-то сладкой выпечки, где есть груша, где есть яблоко, где есть мед, ванильная сахарная пудра. И все это стоит на столике, в кафешке, а за окном, конечно же, падает золотая листва. Это такой уютный кондитерский аромат, в котором есть очень теплые такие краски, который вас согревает, который вас успокаивает. Он создает какое-то такое уютное ощущение, как будто вы гуляли с подружкой по осеннему парку. У меня все время здесь будет осенний парк, конечно же, в примерах. Как будто вы гуляли с подружкой по городу, пускай по осеннему, да. Вас застала непогода, и вы решили вместе зайти в кондитерскую, выпить чай, сладкий кофе, и съесть что-нибудь такое калорийное, сладкое, теплое, вкусное. И этот образ, который рождает аромат Far Away Beyond, в общем-то, также делает его прекрасным выбором для золотой осени. Субтитры подогнал «Симон» Ну и также такой Honorable Mansion, который я должна сделать в контексте ароматов золотой осени. Это набор Aromabox от Rendezvous под названием «Великие классические ароматы для нее». Здесь представлены наиболее, одни из наиболее таких культовых ароматов, и большинство из них являются классическими шипрами, классическими ароматами французской парфюмерной школы. Это такая стопроцентная классика, и, как мне кажется, практически любая такая французская классика прошлого века и начала 21 века, в общем-то, это также отличный выбор для осеннего парфюмерного гардероба. В частности, я должна отметить, что наиболее таким удачным выбором для золотой осени из этого аромабокса является органза от Givenchy. Это очень мягкая, сладкая, такая ванильная дымка, которая будет вас согревать. В ней, опять-таки, она создает такие ощущения золотых оттенков, каких-то теплых коричневых. Если вы понимаете, о чём я, если для вас также характерна синестезия, да, когда вы цвет можете воспринимать как образ, как запах, запах вы видите как цвет и так далее. Также одним из моих фаворитов для осени является Гайла Рош Фиджи. Это такой сладкий шипр, и вообще шипры это прекрасный выбор для осени, и Палома Пикассо. Но я должна отметить, что здесь также есть ароматы, которые будут прекрасным выбором для проведения осеннего вечера дома. У меня из этих ароматов есть полноразмерный флакон Noa от Кошарель, и я очень люблю Noa от Кошарель наносить на себя после душа. Он пахнет мягким увлажняющим кремом, и имеет лёгкий такой кофейный нюанс. В общем-то, это прекрасный мой постоянный выбор для осенних вечеров. Также я напоминаю, что вы можете приобрести аромабоксы, любые другие ароматы и косметику со скидкой, дополнительной скидкой в 10%, используя мой промокод, который вы найдёте внизу в описании в инфобоксе. Скидка по промокоду суммируется со всеми акциями на сайте. Ну а также я должна сказать, что на случай блокировок, на случай закрытия ютуба, у меня есть также мой запасной бэкап, бэкап-канал на Дзене, так что подписывайтесь также и туда, чтобы не теряться. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы тоже не теряться. Все ссылки будут внизу в описании в инфобоксе. Я буду вам очень благодарна. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, а на этом у меня на сегодня всё. Ну ложись сюда тогда. Чё ты хочешь, об меня занята? Ложись. Али, идём ко мне поближе, хочешь? Идём сюда ко мне, идём. Ну идём. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну идём. Ну идём сюда, идём. Смотри какой. Смотри какой бурсучок. Смотри какой бурсучонок. Хоть. Я тебя люблю. Бурсы всех на свете. Ну-ка я. Ой, какой свирепый. Ой, какой волчар свирепый. Да. Свирепость. Чё там? Идём. Иди ко мне. Идём. Зеловаться. Бурсучок? Бурсучонок? Ну что за бурсучок? Что за бурсучок? Ну. Ну. Ну а на этом у меня на сегодня всё. Пишите какие ароматы из подборки есть у вас. Какие вы хотели бы попробовать. В общем-то пишите какими ароматами вы пользуетесь сейчас. Что у вас ассоциируется с этой прекрасной порой. С этой золотой осенью. Какие ароматы любит ваша собачка или котик. Если они у вас есть. Да. Конечно же пишите любые комментарии. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно. А мы увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это очень радостный аромат. Который дарит такое ощущение. Опять у меня микрофон упал. Тихо, 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 тихо. Хавусь, успокойся. На самом романтичном моменте. Какая-то я это... Пироцебета. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Пишите, какие ароматы из подборки есть у вас. Какие вы хотели бы попробовать. Бесиво меховое. Что за бесиво? Ну, конечно, когда я закончила снимать, кто-то успокоился. Наигрался и успокоился. Вот же жопа ты. Субтитры сделал DimaTorzok